Дали радоваться, то ли плачать, но здесь вообще абсолютно никакой радости. Совсем радости нет? Совсем. Ну, как здесь жить в принципе? У нас одна машина, муж уехал, у меня детей как в садик. Сейчас в общаге нормально, там садик рядом в городе. Дети в садик ходят, магазина нет. А там тоже садик есть, дети там туда в садик ходили. Там магазин рядышком был, клуб, с которыми с детьми ходили туда. А здесь-то что, здесь вообще ничего? Ну, то есть квартира будет стоять? Пофонники, чтобы они стояли. Конечно. У тебя кто ставил, кто-то распаковывал. Ну, то есть, когда она будет собственная, если мы ее просто подойдем и все. Так в целом, если бы был детский сад, магазин. Ну, это другое дело. В ключах, в ключах в плане проживания намного лучше. Да, дом был там, конечно, не активно, но проживать там было лучше для детей, для семьи. Там и автобусы ходили, магазины были, садик, и школа, все там здесь. А ты еще что-то включил? И детей в школу. Здесь автобус ходит, и он неудовленности к городу там ближе, значит. А по магазинам? Нет, я в двух двух, он и в городе. Пока, пока никак, да? Вообще нет. Понятно. Позвращение, вот так. У нас администрация относится к нашим, таким, как мы, сиротам. Вот. Мы предлагаем то, что у нас есть самое лучшее на данном. Ну, почему-то у меня брат двоюродный, у нас с ним одна прописка. Ему дали в Ачинске квартиру. В городе самом. В самом городе. Но это было, правда, пять лет назад, мы дали. Я не знаю, как с администрацией решать вопрос, это надо с адвокатами ходить, чтобы добиться хорошего желания. Поймите, вы в администрации Ачинского района. У нас нет квартир в городе Ачинске. Я понимаю. Но почему у брата квартира находится в Ачинске? Ну, возможно, она когда-то была в собственности у администрации Ачинского района. Ее могли предоставить? Возможно. Мы четыре года назад ездили, смотрели квартиру, нам администрация сказала, что мы можем сами посмотреть квартиру за определенную сумму, которую выделяют нам. Мы поехали смотреть квартиру в Малиновке. Квартира хорошая, то есть там все есть. В итоге администрация сказала, нет, эта квартира не подходит. Там пластиковые окна старые уже, им больше пяти лет. Ну, в принципе, очень много они нужны. Ну, в предыдущей администрации вы же знаете, как обстоят дела сейчас, на данный момент. Ну, тем не менее, в Малиновке за все было. И первый этаж по квадратам, и по стоимости все нормально. Там и садик, и школ все есть. Нашли даже человека, который сможет участвовать на, как там, аукцион, если правильно назвать. Может быть, не аукцион. Ну, в общем, все для этого создали. У нас просто отказали, и все. Там нормально. Ну, как бы это пояснить за предыдущую администрацию. Да, что поменялось? Ну, по сути, что поменялось? Ничего абсолютно не поменялось. Как минимум, жилье пригодное? Ну, три года мы, да, мы три года допивали с того, что получили хоть какое-то жилье. Ну, то есть, с тех, так вот, тех, которые было сейчас. Три года жили в плесени. Администрация никак абсолютно не шевелилась. Только подавала апелляцию в суд. И ничего. Ну, с этим уголовные дела его гудкино. Ну, этого мало, мне кажется. Все, кто был причастен к этому, надо всех посадить. Ну, это судья решает. Так что, ничего хорошего. Так а что мы здесь собрались? Как доделали, так бы и приехали. Мы не торжимся. Мы должны вас держать в курсе. Вас пригласили, мало ли. Понимаете, сколько людей, столько мнений. Кого-то устраивает, кого-то не устраивает. Если не устраивает, почему, если что-то можем устранить, устраняем? Почему была сложность там квартиры купить? Я не знаю. А просто не выгодно для администрации. У нас сейчас в администрации нет квартир. В администрации Альчинского района мы предложили вам что-то, которые, соответственно, требуют. С уличным туалетом или с какими-то такими нюансами, которые являются существенными, мы вам тоже же не можем предложить. Согласен. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok